Ян Элис ученый-орнитолог, но он также многое знает про другие виды животных. Например, что коровы весьма любопытны и поэтому нередко находят что-то необычное. В тот день он наблюдал за птицами на окраине Фрамптонских болот, что в британском Линкольншире, когда увидел большую группу коров, которые разглядывали нечто в грязи. Существо весьма напоминало тюленя, что не очень удивительно. Край болот выходит в самые устье реки, которая через считанные километры впадает в море. Лежит себе тюлень и пусть лежит. Эти места считаются заповедными и без особой надобности зверей лучше не трогать. Но потом он понял, что коровы бы не стали проявлять столько внимания к обычному тюленю, с которыми они наверняка знакомы в этой местности. Он настроил свой бинокль, вгляделся и понял, что это совсем маленький тюлень. Вероятно, бедолага попал в реку с приливом, его занесло на болото, а когда вода ушла, он оказался в непролазной грязи. Хорошо коровам, у них высокие ноги, а с его ластами что тут делать? Ученый сообщил о малютке спасателям, и вскоре те доставили его в ветеринарную лечебницу. Там установили, что кроха новорожденная. Она появилась на свет каких-то 5 дней назад и осиротела, из-за чего уже успела оголодать и получить обезвоживание, вдобавок ушибы и ссадины. Но это не коровы виноваты, они как раз очень аккуратно обращались с малюткой. Но без помощи людей ее шансы на выживание равнялись нулю. Потом врачи нашли еще и легочную инфекцию, и работа закипела. Для новорожденного тюленя сделали смесь с очень высоким содержанием жира, как в материнском молоке этих млекопитающих. Ей назначили курс антибиотиков, перевязали и поселили с другом ластоногим малышом Чарли, который прибыл всего на пару дней раньше. Врачей удивило, насколько маленький тюлень был доверчивым и ласковым, покорно терпел все процедуры и не пытался никого укусить. Через несколько месяцев, когда тюлени набрали вес и подросли, их выпустили в океан. Просто открыли клетки и те сами поползли, попрыгали к родной стихии и даже не остановились помахать ластами коровам, благодаря которым некогда и были спасены. Что поделать? Нелегко быть героем в нашем мире. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш канал. Там вы найдете еще много интересного.